Каждый день люди подходят к проходной, но их без объяснений разворачивают пермские охранники. Объявление на дверях предприятия гласит, производство закрыто в связи с окончанием срока договора аренды помещений. Только вот закрыли его, интересно. В кабинет директора ворвались 15 человек с автоматами, стали искать документы, выпроваживать директора за ворота. Так тащили меня с третьего этажа по территории, за территорию сюда вытащили, телефон вышвырнул, ну и, конечно, благословил меня матом, чтобы скорее валило отсюда. Сами, конечно, побежали в противоположную сторону, но вот от пинков у меня до сих пор вот тут вот синяки. На Кунгурской фабрике музыкальных инструментов выпускают гитары. Коллектив Амистара небольшой, всего 24 человека. Причем двери в помещении закрыты как перед простыми сотрудниками, так и перед директором. Люди боятся остаться без работы и без денег. У всех семьи, у всех есть кредиты, что нужно это все платить. Поэтому, я думаю, все обеспокоены таким положением. И очень обидно, если фабрика просто ее закроют, потому что спроса на гитары сейчас достаточно. Вот на сегодняшний день столько гитар, столько заявок, то есть мы можем уже работать месяц спокойно. Вот этот простой, он значительно, скажем так, помешает нам в дальнейшей работе. Известно, что у предприятия три собственника. Одна из версий захвата – учредители не могут договориться между собой. Вторая версия – рейдерский захват. Здесь на территории уже видели, так сказать, криминальные фигуры. Из неофициальных источников стало известно, что на месте гитарной фабрики хотят открыть ночной клуб. Рабочие надеются, что правоохранительные органы смогут повлиять на ситуацию. Однако стражи правопорядка вмешиваться в проблемы не спешат. Прокуратура, милиция обязаны были в трехдневный срок отреагировать как на наши сообщения, так и на сообщения, прошедшие в СМИ. И я полагаю, что возможность не отреагировать на эти сообщения предоставляет им сам уголовный кодекс. Почему? Потому что нет в уголовном кодексе такого состава преступления, как рейдерский захват. Сегодня заявления от сотрудников фабрики «Амистар» приняты как в полиции, так и в прокуратуре. Был ряд сообщений между муниципальным отделом. Сотрудники полиции выезжали. Все было спокойно. Нам надо, по крайней мере, сейчас на встрече понять, какое решение приняла полиция, законное или обоснованное. Полнота или нет. Полностью проведена проверка полиции или нет. Что они сделали. В этом году гитарных дел мастера отметили бы 20-летие своей деятельности. Лучше сказать, еще отметят, когда все стороны сумеют договориться. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.